Сингапур Сингапур. Страна с повышенным содержанием экзотики. Стоит отметить, что и гран-при Формулы 1 частенько изобилуют здесь различными нестандартными косяками. Но для начала факты. Это первый в истории гран-при при искусственном освещении, который проводится в условиях жаркой экваториальной ночи с 2008 года. Феттель тут выигрывал четырежды, Хэмильтон трижды, Алонсо дважды. В остальном нагромождение однообразных прямых и поворотов, разобраться в которых довольно непросто. Ну и да, сплошная экзотика. Чего стоит, например, огромный варан, который ни с того ни с сего появился на трассе? Он не с зоопарка сбежал, ведь вараны шатаются по этому фешенебельному городу-государству, как бездомные собаки. Просьба животных не кормить. Ну или пьяненький зритель гонки, который решил сам поучаствовать в заезде. Болида ему, конечно, не досталось, но он решил отправиться на трассу на своих двоих. Хотите еще экзотики? Пожары. Филиппо Массо ярко отметил дебютную ночную гонку в 2008-м, оторвав заправочный шланг и подарив тепло огня всем обитателям Питлейна. Идея так себе, ведь в Сингапуре даже ночью жарко, как в плацкартном вагоне поезда Кисловодск-Адлер в августе. Кстати, многие до сих пор уверены, что похвальное желание Масяни сделать шоу в Сингапуре по итогу и лишило его чемпионского титула. Не менее ярко, не боясь потерять титул, потому что в кейтерами о титуле даже не говорили, считая, что все это выдумки топ-команд и на самом деле его вообще не существует. Так вот, Хейки Кавалайвин продемонстрировал зрителям главной трибуны передвижной костер. Видимо, думал, что благодарные зрители начнут жарить на нем пауков, тараканов и змей, поговаривают у них там подобные шашлычки в моде. Впрочем, все это экзотика, давайте перейдем ко вполне себе стандартным вещам, поворотам, поребрикам и тем событиям, которые сопровождали Гран-при Сингапура в его недолгой истории. Сразу отмечу, что разобраться во всех хитросплетениях этой трассы по картинкам из интернета и по катушкам в компьютерной аркаде практически невозможно. Скорее по этой трассе нужно походить своими ногами, только не как тот зритель во время гонки. Но мы попробуем рассказать хотя бы об основных моментах, которые приключились здесь, ибо в общем и целом на этом треке случилось около 8 миллионов 645 тысяч аварий, и вылетов, столкновений, чирканье об отбойник и прочих ошибок пилотов. Стартовая прямая. Уже тут произошло много исторических моментов. Помимо фаер-шоу от массы и кавалайна, приключилась тут массовая авария. Устроился ей безумие некий Ника Хюлькенберг, более известный как пилот без подиума. Все бы ничего, но в 2017 году грандиозное побоище повторилось. И замешаны тут были не пилоты, мечтающие о подиуме, а самый что ни на есть претендент на титул, двукратный чемпион мира и двукратный победитель этой гонки Федор Алонсо, и некий голландский гонщик без... ммм... чувства самосохранения. Завал приключился знатно и поговаривают, что опять именно в этом гран-при еще один пилот Феррари лишился титула. Как-то даже боязно становится за гонку в этом году, учитывая, что титул все того же пилота Феррари вновь висит на волоске. Все это нагромождение поребриков представляет из себя первый, второй и третий повороты. Кстати, Халк и тут отличился, устроив замес все с тем же Масяней, который к тому времени уже ни на какие чемпионства не претендовал, но все равно обыдно. Далее небольшая прямая. Тут Фетель в прошлом году довольно долго ехал задом и махал рукой уходящему поезду чемпионства. Мы приближаемся к седьмому повороту. В семнадцатом году здесь рухнули надежды большинства российских болельщиков хоть на какой-то успех Даниила Квята в Формуле 1 в этом сезоне. Гонка началась на влажной трассе. Даня отчаянно сражался и мог приехать в неплохие очки. Но пустяковая ошибка привела к пустяковой оплошности и совсем не пустяковым последствиям для самого Дани. Возможно эта авария произошла в другом повороте, фиг поймешь. Я даже поинтересовался у подписчиков канала, так там был адский разброс в вариантах. Говорю же, постичь эту трассу практически невозможно. Как говорится, темное дело. Минуя восьмой и девятый повороты, в которых пилоты очень любят поддевать друг друга передними антикрыльями, пачкать отбойники резины от колес, мы приближаемся к коварному местечку. Десятый. И тут же шикана одиннадцатого-двенадцатого. Здесь в свое время установили пресловутые бетонные бублики оранжевого цвета. Они были слишком высоки, поэтому, ошибаясь, пилоты обычно кричали «Поехали!» и отправлялись чуть ли не в космос. Ну, в бетонную стену, если точно. Героями космонавтики города-государства Сингапур стали Адриан Сутиль, Камуи Кабояши и Кими Райканен. Затычный тринадцатый поворот выводит нас на небольшую прямую, и мы попадаем на место хитросплетения дорог. Если поглядеть на карту трассы сверху, то становится понятно, что это все один проспект, просто разделенный вот так отбойниками. Как говорится, Герман Тильке на выдумку хитер. Кажись, именно здесь другой великий чемпион Михаил Шумахер знатно заторанил чью-то Тараросу и получил штраф на следующую гонку. Впрочем, Шуми на этой трассе крэшился трижды. Да и другой немецкий чемпион, и тоже на Мерседесе, стартовав от диффузора Переса, полетал тут вдоволь. Не любит эта трасса чемпионов. Хотя она никого не любит. Скоро вы в этом убедитесь. Далее мы отправляемся на очередную безликую прямую, которая заканчивается весьма прикольной шиканой. Пилот как бы уходит влево, и ему приходится резко перестраиваться направо в момент торможения, после чего снова влево. Это не официальный слоган трассы в Сингапуре. Влево, вправо, снова влево. Ну а мы выходим из семнадцатого. Тут, братцы, приключилась еще одна экзотическая история. Говоря по-простому, дичь полная. В 2008 году Федор Иванович Алонсо возвращается в объятия Флавио Бриаторе, в родную команду Рено. Но побеждать машина никак не хотела, и решили ребята сварганить заговор. Подговорили молодого зеленого Пике устроить небольшую аварию в нужном месте в нужное время. Нужным местом стал семнадцатый поворот. Нужным временем окно, в котором Алонсо успел бы переобуться и поиметь профит. Профитом по итогу стала победа в гонке. Вот только потом сам Пике, раздосадованный неблагодарностью заговорщиков, сдал всех. Теперь в Формуле 1 нет Бриаторе, Пике и почти нет Алонсо. Но осадочек остается до сих пор. Впрочем, к этой истории мы вернемся в межсезонье во время исторического очерка о карьере двукратного чемпиона мира. Впереди у нас знаковое место. Здесь трасса ныряет прямо под трибуну. У зрителей складывается ощущение, что болиды просто исчезают, а потом появляются вновь. Но появляются не все, ибо это самый урожайный поворот Сингапура. Вот вам Масса, Сутиль, Вебер, Кабояши, Сенна, Альгерсуари, Глок, Картикьян, Рикьярда и Александра Росси. Для знатоков отмечу, список далеко не полный. Выныривая из-под трибуны, нас ждет 19, 20 и 21 повороты. Здесь очень важна резина, вернее ее состояние. Частенько пилоты вступают в схватки на этом отрезке трассы, ибо далее нас ждет разгон к стартовой прямой, во время которого надо не перестараться. Вот, например, Рубенс Баррикелло в свое время перестарался, а Марк Вебер вообще перестарался и пополнил список жертв стартовой прямой. Вот такой вот запутанный, неимоверно сложный трек в экваториальному душье ночью. Жесть. Я не уверен, что у вас получится досконально изучить эту трассу посредством нашего ролика. Тут скорее надо самому погонять в симуляторе или, как говорится выше, отправиться в Сингапур и походить ножками. Тем не менее, сейчас мы посадим за руль нашего тест-пилота Антона Молчалина и еще раз преодолеем круг по трассе города-государства Сингапур. Добрый вечер, Молчалин! Сегодня едем на Рэдбуле Ферстаппена. На старте не виляй в стороны, вдруг где-то рядом Феррари. Первая связка, как в автошколе, плавненько рулем туда-сюда. Это типа четвертый, сразу пятый будет направо. На этой трассе легко перепутать, куда нас заведет следующий поворот. Выходим на Раффлс Бульвар. Это самый длинный отрезок в пол на трассе. Не очкуй, тапок в пол! В седьмом аккуратно не подскользнись на надеждах Даниила Квята. После восьмого короткий рывок к девятому. Попадаем на Эндрюс Роуд. Наверное, назвали в честь Эдриана Ньюи. Здесь раньше была та самая шикана Сингапур Слинк. Когда Тильки протрезвел, ее убрали. Андерсон Бридж. Эспланада Драйв. Тут будет справа обманка. Нам немного дальше. Короткий разгон и дальше по ситуации. Надо же, ты справился. Сейчас будем нырять под трибуну. Помни, из-под нее еще надо вынырнуть. Заключительная связка поворотов. Поиграй газом. Не знаю как, но на стартовой прямой нужна максимальная скорость. Молчалин термометр показывает 86 градусов в кокпите твоего болида. Так что мы берем пивка, раков, березовые венчики и к тебе. Жди. Трасса городская. Неимоверно сложная. Гонка ночная в условиях дикой жары. Думаю, не стоит объяснять, что здесь мы практически гарантированно можем наблюдать шоу. Конечно, не на протяжении всей гонки, но завалы на старте тут норма. Контакты соперников с разворотами везде. 18-й поворот ежегодно собирает жатву. Так что в любой момент все может перевернуться с ног на голову. Но перевороты современной Формулы 1 не страшны. Ведь есть голо. Так что и нам с вами бояться нечего. Можем просто расслабиться и надеяться на то, что гран-при Сингапура имеет шанс стать самым жарким гран-при сезона. Не только в прямом, но и в переносном смысле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова